И всем здравствуйте! И с вами снова рубрика Библиотека Ритома. И сегодня мы будем читать сказки. Но не просто сказки, а сказки от капризов. Издательство Речь. Мы такие уже читали сонные сказки, а теперь в режиме самоизоляции. Я думаю, у детей каприза обостряется, поэтому эта книжка, думаю, пригодится очень многим. Посмотрите, пожалуйста, издательство Речь, сказки от капризов. Здесь собраны сказки разных авторов. Эта серия основана в 2010 году. Их несколько таких книжек. Вот у нас есть сонные и есть сказки от капризов. И сегодня мы почитаем сказку про дом, так как мы в режиме самоизоляции. И это будет тоже очень актуально. Сказка про дом, который любил чистоту и уют. Зовите своих деток к экранам и будем вместе читать. Да, Лиза? Лиза еще параллельно будет рисовать. Итак, жил-был дом. Это был очень красивый, веселый и приветливый дом. Вот только в доме не было хозяев. И дом ждал, когда же они наконец появятся. Наконец-то этот день настал. В доме вот-вот должна была поселиться целая семья. Мама, папа и мальчик. Как же рад был дом, как он мечтал о том, как дружно они будут жить вместе. Я буду помогать им, буду защищать их от бед и ненасти, а они будут обо мне заботиться, думал он. Вот наконец-то семья въехала в дом, расставила мебель, разложила по местам вещи, игрушки, и жизнь потекла. Только вот, к сожалению, совсем не так, как представлял ее себе дом. В первый же вечер, перед тем, как пойти спать, мальчик разбросал свои игрушки по всему дому. Он даже не обратил внимания на то, что родители попросили его убрать за собой после игры. Это повторилось и на следующий день. Книги, игрушки, карандаши теперь были разбросаны повсюду. Как думаешь, Лис, мальчик хорошо поступал, что так разбрасывал свои игрушки? Нет. Дом нахмурился. Он не знал, что ему предпринять. Прошло еще несколько дней. И дом понял, почему мальчик не хотел убирать за собой. Он просто делал то же самое, что и его родители. Папа везде оставлял свои вещи. Мама часто забывала помыть посуду. А уж о том, чтобы вымыть полы и окна, и речи не было. Дому было очень грустно. Он ведь так хотел сделать жизнь своих хозяев счастливой. А они совсем не хотели помочь ему и проявить немножко заботы. Разве в таком грязном доме люди могут быть счастливыми? Думал он. Нет. Не нужны мне такие хозяева. Лучше одному. Вот и решил. Смотрелись. Видишь, какой домик? Котенечка с домиком. А что это за девочка? Сейчас мы прочитаем, что за девочка. Вот и решил дом выгнать эту семью. Для этого он стал гудеть по ночам. Вот так тихонько. Ооо. Ты не слышишь, как у тебя комнатка гудит, когда в ней грязно? Так ооо. Нет? Гудел он несколько дней подряд. Семья подумала, что в доме живут привидения. Они собрали свои вещи и уехали. Но дому все равно было очень и очень грустно. И он совсем не обрадовался, когда через несколько дней в него въехала другая семья. Мама, папа и дочка. Мама с девочкой вымыли полы и окна, повесили разноцветные занавески, поставили горшки с цветами. Дому это так понравилось, что он улыбнулся, и настроение его сразу улучшилось. Перед тем, как ложиться спать, девочка убрала все свои игрушки. А потом мама почитала ей интересную сказку. Каждый вечер дом с удовольствием слушал сказки. Как же они ему нравились. И снова жизнь потекла своим чередом. Новые хозяева очень заботились о доме, убирали его. Девочка всегда раскладывала по местам свои вещи, книги и игрушки. А еще она помогала маме. Вытирала пыль, так как Лиза тоже иногда помогает маме. Подавала прищепки и делала многое другое. Когда семья возвращалась домой в плохом настроении, дом делал все возможное, чтобы им становилось веселей. И семья очень любила дом и была в нем счастлива. Вот такой, видите, домик. Сразу стал красивый, потому что девочка и мама, они посадили цветочки, они убрали, помыли окна. Видишь, да, Лиза, какой домик сразу стал красивый. Улыбаться стал. Щечки у него, смотри, румяные. Глазки веселые, да? Когда он чистенький и в нем уютно. Как хорошо мы все живем. Хорошие люди и их милый дом. Уют и счастье и доброта. Тра-та-та-та, тра-та-та-та. Только он пел тихо-тихо, чтобы хозяева не услышали его и не испугались. Ведь это были самые лучшие хозяева на свете. А он был счастливый дом. Как думаешь, Лиз, наш домик тоже любит такую чистоту, да? Будем убирать игрушечки тоже перед сном, да? Чтобы он нам тоже такие песенки пел по вечерам, да? И слушал наши сказочки. Ну и все. Думаю, в следующий раз можно тоже почитать что-нибудь отсюда. Может быть, чтобы детки ели. Напишите в комментариях, что вам хочется. Если дети обижаются, например, плохо кушают здесь есть. Плохо засыпают. Но отдельно есть книга про сонные сказки. Что тут у нас еще есть? Когда не хотят в детский сад идти. Ну, это сейчас не очень актуально, да? Как встречать гостей. Когда детки плачут. Когда детки грызнули и не хотят мыться. Вот вы можете написать за это желание. И мы почитаем еще сказочки из этой книги. А пока всем до свидания.